Друзья, а у нас сегодня презентация, презентация новой человеческой, справедшей человеческой рубрики Жарик Ньюз. Тому вы будете сейчас просто шокованы, приятно, нашей наступной рубрикой. Вася, доброе утро, уважаемые мои пупсики, пупсюшки, пупсарики, персики, арбузики, короче, вообще-вообще, Вася, всем доброе-доброе утро. С вами я, Жорик, и это программа Жорик Ньюз, самые, Вася, актуальные, свежие, вообще, Вася, такие свежайшие новости, как шашлык, кстати, шашлык. И остальные вещи можно прикупить у меня после программы. Доброе утро, и вам, мои хорошие. Доброго ранка, Жорик. Жорик, доброго ранку, але это не телемагазин, а это рубрика новин. Жорик Ньюз, я очень рада, что ты, на самом деле, теперь поселился в нас в студии и хочу сразу поделиться с тобой новиною. Давай, Вася. Джастин Бивер приедет на церемонию American Music Awards один, безсиленный голос, а он возьмет за ней свою маму. Уяви себе. Слушай, кстати, я слышал эту новость, короче, там такая ситуация, я вообще, Вася, морально просто убит, потому что вот этот Джастин Бивер, короче, он вообще малолетка. Он в школе, Вася, не учился химию, он не знает вообще, на физкультуру не ходил, он еще что-то рассказывает, пришел на церемонию с мамой вообще, это что такое, это куда вообще мир катится. Но он, видишь, любил свою новость, но они с ней расстались, и она решила не приходить. Я, конечно, не Кристинку люблю, так я ее на всю жизнь люблю, Вася, я не хожу туда-сюда. Какой это Кристинка? А Жорик, расскажи мне, кого ты на палитре? Аленку я хочу сказать, Аленка, Аленка, я тебя люблю, конечно. О, так же. Мой пепси. Тобто, ты, Джорик, прикладываешь, что Бибер не пацан, что он на физкультуру не ходит? Да Бибер вообще не пацан, Вася, я тебе отвечаю, Вася, точно, 100%. Окей, Жорик, ты знаешь, насправді, Украина и Китай зараз домовились про съемки спильного художньо-документального сериалу, в яком они расскажут про дружбу двоих великих народов. Такой спильный культурный проект. Вот это, Вася, нормально. Вот это пацаны реально рулят. Они, во-первых, деньги зарабатывают, Вася. Я давно хотел снять эту программу про дружбу кавказского и украинского народа. Да, потому что она, Вася, реально вечная. Все. Я так считаю. Э, вечная. Знаешь, ну, Китай, я розумею, чему же Украину подвиваться. Знаешь, приезжают украинцы. Знаешь, у нас, як принято? Хлеб-силь, украиночка, стричечка в коси. А в Китае, знаешь, приедут, и там, телефона, телефона, футболька, хороший футболька, телефона. Что у них там хорошее? Вот у нас хорошее шашлык, у нас хорошее перчики. У нас вообще вот такие овощи. А что у них там айфоны? Это все китайское. Все, что мейденчальное, это не настоящее. Я тебе отвечаю в один момент точно. А вот что, Жорик, не справжнє, так это гонорары у Дэниела Крейга, виконавця роли Джеймса Бонда. И за остальную бондяну 007 Skyfall ему заплатили 17 млн доларів. Сколько? Сколько ему заплатили? 17 млн. Вот это 17 млн. Он урфунджус вообще этот, этот Крейг. Поняла? Он распиратор вообще, у всех рафа затрон, вот кто он. Ничего. А что такое, Жорик? Жаба давить? Какая жаба? Ты думаешь, я ему завидую? Ты думаешь, я кому вообще ему завидую? Я вообще, Вася, не завидую. Я не завидую, что получает 17 млн доларів! Так, заспокойся, Жорик, я тебе зараз водички принесу, заспокойся. Принеси мне водички, Вася, все. Короче, у меня так этот разозлил урфунджус, этот, этот юкроп, Вася, что я просто решил все-таки закончить на сегодня, на этом наш выпуск на Васей Жорик Ньюс. До встречи завтра, мои хорошие цели у вас всех. Пузикав, пузикав, пузикав. Пока, Жорик, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова